Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. В этом видео я хочу вам рассказать, как же поживают наши щенки, как мы обустроили их быт и с чем сталкивается заводчик, когда у его собаки рождаются щенки. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть! Наши щенки родились на 63-й день беременности Жасмин. Первые 2-2,5 недели собака полностью занимается своими детенышами. Щенки просто кушают и спят. Хозяина только остается усиленно кормить свою собаку, чтобы у нее было достаточно молока и сил ухаживать за щенками. В возрасте 2,5-3 недель щенков можно начинать подкармливать. Мы начали подкорм с молочной каши, но вместо молока мы использовали детское питание и детские кашки. Сначала щенки пили эту молочную смесь из бутылочки, но уже через несколько дней они могли самостоятельно лакать из своих тарелочек. С каждым днем мы делали кашу все гуще и гуще, чтобы щенки были более сыты и как можно меньше сосали мамино молоко. В возрасте 2 недели у малышей открылись глазки, а к 3 неделям у них вылезли зубки. Так как коготки и зубки у них очень-очень острые, они сильно ранят грудь нашей собаки, поэтому в этом возрасте уже смело можно начинать подкармливать щенков. В 4 недели мы попытались дать нашим щенкам сухой корм, для того, чтобы они потихоньку начали привыкать к подобной еде. Но корм они не оценили, пришлось разбавить его молоком и дождаться, когда он станет мягче. Когда щенки подросли, их можно выводить на улицу, но так, чтобы они не разбежались по всему двору, потому что они уже начали быстро передвигаться, мы их держим в таком небольшом детском вольере. Щенки начинают играть с друг другом, начинают уже намного больше двигаться, они становятся такими интересными. Как только вы начинаете подкармливать щенков, так сразу начинаются у вас дополнительные заботы. Щенки начинают ходить в туалет намного чаще, и собака за ними уже не убирает. Поэтому помимо кормежки дополнительных собак, вы еще должны за ними убирать. Но для того, чтобы облегчить нам жизни, наши щенки живут в пластиковом бассейне. У нас вот такой пластиковый бассейн стоит в одной из комнат, куда легко может зайти собака, если ей хочется, сейчас ей не хочется, и откуда щенки выбраться не смогут. Это облегчает нам жизнь, потому что убрать в бассейне намного проще, чем, я не знаю, в каком-либо вольере. И плюс того, что даже если они сильно написают, а вы не успели убрать, это никуда дальше бассейна не денется. Когда щенкам уже 4 недели, собаку очень сложно заставить их кормить. Она уже сама не изъявляет такого желания. То есть ее нужно специально загонять к ним в бассейн, и только тогда она будет лежать и кормить. И то, смотрите, уже пытается убежать. Поэтому сейчас на усиленной кормежке как собака, так и щенки. Щенки растут очень и очень быстро. И если в начале недели они сидели в этом маленьком шестиугольнике, то к концу недели мы уже вынуждены им сделать вольер побольше. Мы выбрали именно эту часть нашего двора, потому что почему-то им подлюбилось место под грилем. Ну и здесь интересно им, потому что есть небольшая клумба, которую можно обдирать. Есть тенек, и под грилем видно пахнет мясом. Поэтому наши щенки выбрали себе новое место обитания. И это место обитания уже намного больше, чем было в начале недели. Сейчас на улице очень тепло, поэтому большинство малышей спит. Ну а самые резвые, видите, гуляют по вольеру. Что будет через 4 недели, даже боюсь себе представить, насколько нам придется увеличивать вольер, чтобы им не было скучно. В возрасте 8 недель щенков необходимо показать ветеринару, где ветеринар внимательно осмотрит ваших щенков и сделает первую вакцинацию. Следующая вакцинация через месяц, то есть в возрасте 3 месяца. И последнюю вакцинацию нужно сделать в возрасте 4 месяца. Ну вот и все. Это все, что я вам хотела сегодня показать и рассказать. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и до следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok